Здравствуйте! С вами Анна Белкина. Приглашаю вас отправиться на прогулку по городу, который расположен в Розе Ветров, то есть по улицам Кировска. Ответ на вопрос, почему же город был построен в столь суровых климатических условиях, дают архивные документы. Это издание 1930 года иллюстрированного краеведческого журнала «Карелло-Мурманский край», а также сборник «Хибинские апатиты», который издавался под редакцией Александра Ферсмана. Вот что касается журнала «Карелло-Мурманский край», то там интересны выводы метеоролога Бианки, который говорит о том, что с метеорологической точки зрения, конечно, более выгодное положение. Это было бы вот в районе реки Жемчужная и реки Белая. А если рассматривать статью Монса в «Хибинских апатитах», то он утверждает, что место было выбрано под строгим контролем специальной комиссии. Рассматривались, конечно, все вопросы, в том числе и розы ветров, как вы называли ее, то есть расположение ветров, и рельеф, и определенные условия, которые сопровождают любые горы, в том числе и Хибинские. Это и повышенная влажность, и туманы частые. То есть и пришли к выводу, что с какой стороны не повернуться, все равно это Хибиногорск, будущий город будет находиться с обдуваемостью всеми ветрами. Но надо помнить, что строительство города проводилось в годы первых пятилеток, когда промышленное строительство, естественно, было главнейшей задачей, и поэтому решено было все-таки город строить там, где он сейчас у нас построен. А сейчас мы отправимся в микрорайон Кокис-Умчур. Но это сегодня он называется микрорайоном, а когда-то носил статус поселка. А вообще в разговорной речи его зачастую называют попросту 25-й километр. Кстати, такие названия, как 25-й километр, 19-й, 16-й, не случайны. Ответ кроется в историческом прошлом. Когда начиналось освоение хибинских месторождений, то названий географических не было, в зависимости от удаленности от железной дороги называли. Если 18 километров от железной дороги, значит, 18-й километр. Если 25, то 25-й километр. В 30-е годы было принято решение Хибиногорского горсовета в официальных названиях не употреблять названия там 25-й километр, 23-й километр. Но мы с вами знаем, что на сегодняшний день люди активно пользуются этими названиями и практически мы встречаем их в повседневной нашей жизни каждый день. В июле 1958 года Кукис-Лунчурский постсовет был ликвидирован. И с тех пор поселка Кукис-Лунчур в официальных названиях наших документов нет и не может быть, поскольку нет этого органа, возглавляющего поселковый совет. Так что теперь это микрорайон Кукис-Лунчур. Центральная улица микрорайона Кукис-Лунчур – улица Кирова. Она тесно связана с историей Кировска. Улица возникла в поселке при апатитовых разработках. Именно так называли поселок, который возник в Хибинских горах до того, как в 1930 году появилось официальное название Кукис-Лунчур. Первое упоминание об улице Кирова мы находим в официальных документах в октябре 1934 года. Обращает на себя внимание тот факт, что основные названия, связанные с именем Сергея Мироновича Кирова, появились на карте нашего города в декабре, то есть после убийства Сергея Мироновича. А улица к тому времени уже была. Это была центральная улица поселка Кукис-Лунчур. Кировский горосполком не раз рассматривал вопросы, связанные с изменениями названий улиц и нумерацией домов. Исчезали такие названия, как Саамская, Болотная, Нагорная, Кооперативная. Изменения в наименовании этой улицы произошли в 1935 году, когда приезжал Жданов. После его приезда стали называть проездом Жданова часть домов улицы Кирова. И только в 1989 году Кировский горосполком принимает следующее решение. Упразднить наименование проезда имени Жданова, учесть, что ранние данные дома входили в состав улицы Кирова, присоединить четыре дома, расположенных на данном проезде, к улице имени Кирова. Можно по-разному относиться к деятелям партии и государства советского периода времени, но я считаю, и архивные документы это доказывают, что имя Сергея Мироновича Кирова по праву носит одна из улиц нашего города. Итак, сегодня мы будем гулять по центральной улице микрорайона Куки-Сумчур, улице Кирова. Галина Николаевна Дорошенко – старожил Куки-Сумчура. Она родилась здесь в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны их семью эвакуировали. В послевоенное время они вернулись на родину, где и прожили всю жизнь. Галина Николаевна вспоминает, непростые были времена – карточки, голод, очереди. Мы жили в коммунальной квартире, у нас пятеро детей, у соседки четверо детей. У тети Нюрукоминой было. И здесь одна, один ребенок, только детей 10 человек. И мы жили. Никаких ванн, никакой горячей воды, ничего не было, но тем не менее жили. При этом остались и теплые воспоминания. В первую очередь о людях, окружавших по жизни, внимательных и отзывчивых. Если бы я не помнила людей, я бы, может быть, сейчас и не думала бы о поселке. А сейчас я прохожу по улице Кирова, если вот раньше я ходила. Я помню, кто где жил, в каждом окошечке. Запомнилось мне очень-очень запомнились субботники. Вот как люди трудились все для общего дела. Ведь тут болото, вот это деревья тут не росли. А посмотрите, сколько зелени. Во времена детства Галины Николаевны улица Кирова была единственной с каменными домами. Все остальные только с деревянными. Вот тут кончался участок, но улиц было много у нас. Улиц очень много. В основном были деревянные дома. Каменные были вот только вот эти дома. Больше не было их. Она удлинилась. Вот это стала вся Кирова. Вот это вот новая зона. Вот отсюда начинается эта новая зона, новая застройка. А вот старая часть, она не изменилась. Такая же. Даже, наверное, хуже. Потому что у нас между домами были клумбы, росли цветы. Сейчас этого нет. В свое время у Галины Николаевны была возможность переехать. Но она отказалась. Тем более, что дети, внуки и правнуки все здесь, рядом. Моя родина здесь. Здесь тихо, спокойно. Да, можно сказать так. И до сих пор Галина Николаевна Дорошенко считает, что главная ценность Куки-Сумчора – это люди. Очень даже приятно встретить знакомое лицо. Пусть даже я не знала. Я работала сама в детском саду. Была связана непосредственно с семьями, с людьми. С которых дети ходили в детский сад к нам. Я всех помню, знаю, даже добрым словом вспоминаю, когда их сейчас уже нет. А вот и людей, которых я просто знала, что они, видела по лицу, что они здесь живут. Но не знала лично. Но вот когда в 75-м году я еще могла ходить, и как раз юбилей был в поселке, в 2005 году обходила вот дворы, я встретилась, то мы как родные встречались. Мы, старые жители, не забываем друг друга. Общаемся по возможности, перезваниваемся. Хоть это для нас и накладно по телефону разговаривать, встретиться не можем, потому что многие вообще не ходят. Вот только вот еще вот это вот радует, что мы еще живем. Микрорайон Куки-Сумчур иногда называют небольшой деревней. В хорошем смысле. Жители все друг о друге знают, прохожие зачастую здороваются друг с другом на улице. И все-таки этот район не может остаться в стороне от различных преобразований и изменений. В конце 2014 года был принят план по благоустройству города Кировска, состоящий из 14 объектов. Четыре из которых находятся на территории микрорайона Куки-Сумчур. В данный момент мы с вами находимся у одного из этих объектов. Сзади меня заброшенный сквер пусты, на котором планируется разбить в 2016-2017 году сквер для отдыха жителей микрорайона. Оставшиеся три объекта – это площадка для выгула собак в районе Кирова-25А, спортивная площадка и зона отдыха в районе Кирова-16, и спортивная площадка в районе бывшего ДК. Это все тоже планы на 2016-2017 год? В 1960 году на улице Кирова было 33 дома. Сегодня их более 50. А значит, можно сказать, что она росла за все годы существования Куки-Сумчура и осталась в центральной улице микрорайона. На сегодня это все. Увидимся на следующей прогулке. Редактор субтитров А.Семкин